здравствуйте мои дорогие мои любимые зрители сегодня у нас будет очень необычный фильм я покажу не только свои покупки с блашиного рынка и наряды которым я их покупала но и мы с вами как по волшебству перенесемся из осени в лето и вы даже узнаете о тенденциях моды на следующий год и так о моде сейчас моде опять платки шестидесятых годов с вензелями с цепями с какими-то веревками но вот видите вы на даже из них делают юбки блузки и я отдавая дань моде тоже купила на блошином рыбке нечто подобное не кажется ли вам что именно на на красном фоне очень эффектно смотрятся и золотые цепочки и ремешки с пряжками это итальянский платок made in italia и это чувствуется по дизайну и конечно здесь вы представлен очень популярный принт анималистический как же без него стопроцентный полиэстер поэтому и цена у него вполне адекватная и в следующем виде вы обязательно увидите мои образы с этим платком ну а теперь плавно перейдем к покупке бижутерии на блошином рынке для создания образа боха и хотя в этом стиле много пальто демисезонных и зимних однако же я предпочитаю все-таки одеваться в этом стиле летом и здесь вы увидите несколько моих летних нарядов которым я и подбирала как раз бижутерию или которым предстоит ее подобрать покупки на рынке браслет вот такой вот красивый застежку у него ажурный браслет со скоробеем посередине это один браслет второй браслет если здесь он сделан под серебром то второй браслет состоит из бронзовых шармов совершенно разных форм натуральной бирюзы и стеклянных круглых голубых бусин браслеты я буду одевать потому что это к ильбаха у меня есть одежда как раз под этой юбка такого же цвета бирюзового и в стиле бохак можно совмещать несколько браслетов и мне это очень нравится сразу рука видите какая красиво стала вот этот браслет у меня уже был а вот эти вот браслеты я приобрела как я уже сказал на рынке мне очень нравится сочетание такой тонкой резьбы вот на финифт похоже и в то же время такой вот грубые грубые такие камни и вот сочетание мне это очень нравится этим браслетом есть вот такие серьги тоже они на гвоздиках вот но и есть еще одни бирюзовые преимущество этого стиля боха то что можно дешевые сочетать дорогим сочетать вещи разные по времени создания разные по стилю стиль боха не такой категоричны для него вполне приемлем применение нескольких каких-то аксессуаров деталей мне кажется мой образ заиграл новыми красками ну а вы как считаете напишите мне пожалуйста ваше мнение вот именно такое сочетание браслетов вам нравится ну а кольца можно конечно заменить например вот такое сочетание колец у меня нету бирюзового кольца но может быть это ничего а вот еще одна моя покупка широкий браслет с гравировкой и он отлично сочетается серебряным браслетом который я купила на весеннем блошином рынке на тишинке а между ними винтажный браслет из люцита посмотрите какая изумительно на нем резьба вот мне кажется что такой вариант комбинирования браслетов тоже достаточно интересен но а вам как кажется ну может быть с какими-то другими туалетами вариантов разумеется может быть очень много ну а к этим браслетам не кажется вполне могут подойти сережки которые сделаны под серебро этим летом я приобрела вот такую винтажную блузку очень красиво которая отсылает нас ко временам хиппи детям цветов и этот стиль как вы помните очень органичен для боха ну первое что я хочу сказать вы видите эту кофту это полупрозрачная кофта и сейчас полупрозрачные кофты в моде вот сейчас в моде во первых винтаж эта вещь достаточно винтажная вообще в моде сейчас года восьмидесятых поэтому все что было тогда в моде и сейчас в моде и сейчас но это колешонные расклешенные брюки причем они могут быть расклешены и от бедер и от колен я уже говорила что стиль боха вобрал себя несколько стилей в том числе и этно стиль и очень много от цыганского стиля и хиппи в том числе но вот к этому блуз к этой блузке у меня сейчас такие бусы которые я хотела бы заменить на более такие интересные где-то что-то вот связаны с монетами например манисты и я купила эти украшения и сейчас покажу вам их и вот моя ожерелье маниста с шармами посмотрите но шарма это с подвесками слова из из лексикона связанного с браслетами пандора видите еще и камни типа бутылочного стекла такого цвета и бусина оранжевые и ножницы и замочек а с этой стороны вы видите брючки ну вот эти вот такие смешные шармы ну я считаю это вполне в стиле бога и вот еще одно ожерелье манисты но вот это уже что-то восточное потому что в серединке там такой квадратный вырезано и здесь вот на монетках что-то типа змеев я вижу и надписи вот что-то восток япония китая что-то в этом роде ну вот я решила приблизить и посмотрите как какие интересные это мне 2 маниста цвет тоже бронзовый как-то все сочетается и и на том маниста этого такой бронзовый есть даже такие же браслеты бронзовые мне вот это вот очень нравится попробуем как подойдет моему новому образу и вот как это уже выглядит на мне с этой блузкой здесь я делаю сразу два ожерелья ну вот еще одно мое приобретение это такой из кости что-то костяное такой типа клыка вот а здесь очень интересно и здесь у него баранья голова баран олицетворяет мужское начало порождающие силу творческую энергию связан с богами солнце небо символизирует обновляющуюся солнечную силу весны как начало года а спираль бараньих рогов считается символом грома это по-видимому амулет как раз в стиле боха на темном шнурочки всякие кружева и воланы и рисунок опять же рисунок в моде и цветочные очень и также моден рисунок так современный шали тоже опять вошли в моду это вот 80 и вот мой образ с шалью с темно-вишневые с большими кистями как это тоже сейчас модно но вот такой вот образ это вот как раз очень даже в боха стиль сейчас моде стараются купить какие-то детали туалета которые отвечали бы этому петчворку это могут быть блузки это могут быть штаны это могут быть костюмы это могут быть сумки ну вообще вообще все что угодно кстати петчворк относится к этно стилю а вы помните что это стиль тоже входят в боха в стиль боха поэтому это в общем-то органичная совершенно рубашка такая легкая с рукавами но вот у нее я выбрала деревянное украшение также как и для этого пиджака который я очень люблю но что-то другое на смену этим украшением я в общем-то пока не выбрала не знаю может быть вы что-нибудь посоветуйте иногда сюда одеваю бусы ну а вот маниста мне кажется сюда не очень подойдут не знаю вот что-нибудь посоветуйте блуза стиле боха и майка под нее одета с таким орнаментом народным тоже не решила вообще что одевать к этому виду какое украшение может быть амулет и вот еще мое многослойное оранжевое платье в стиле боха к нему я тоже не подобрала украшение но может быть маниста я сняла эти образы на даче но естественно я не хожу в них каждый день а выезжая в город или в москве бываю летом но все равно как-то подобрать для этих костюмов мне хочется что-то такое эффектное интересное заранее благодарю вас за советы до весны еще много времени мне предстоит похода по блошиным рынкам и я покажу вам то что я куплю и как это все будет выглядеть до свидания мои дорогие друзья успехов всего самого доброго